Дословно о важном и сложном. Кто-нибудь может мне дать ответ, кто вообще у нас ответственный за это? Разгоны митингов. В чем мотив? Зачем это нужно? Просто вот сам факт. Взрослые женщины будут учить становиться отцами. Сколько вать им за паре, если вы знаете? Вы бы предпочли сдавать экзамен по старой системе или все-таки ЕГЭ? Нужно ли давать чаевые официанты? Если нужно, то сколько? Подробный разбор главных тем в программе «Подстрочник». Как общаться правильно, чтобы тебе не плюнули в чай? Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Подстрочник» в студии «Эхо Москвы-Пскове» Алексей Овчинников. А в гостях у нас сегодня председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин. Борис Андреевич, здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы обсудим вместе с нашим гостем масштабные ремонтные работы на дорогах Псковой области, оценим состояние дорожной сети, поговорим о перспективах ее развития и о положении дел в транспортной сфере региона. Ну и, конечно, главный вопрос это о том, что практически каждый год ранней весной вместе со снегом в регионе тает асфальт на дорогах. Нынешняя весна, увы, не стала исключением, хотя в этом году, казалось бы, переходов через ноль было не так много. Вот хочется выяснить, эта объективно изменчивая температура все-таки негативно влияет на наши дороги, или дело в некачественных дорожных работах и материале. Я напомню, что традиционно на сайте Псковской ленты новостей можно посмотреть видеотрансляцию из нашей студии, она также доступна на канале Псковской ленты новостей в Ютубе и в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Борис Андреевич, ну давайте вот с этого самого непростого вопроса и начнем. Вот почему же у нас каждый год тает асфальт, и почему этот год не стал исключением, ведь, казалось бы, зима была не такая европейская, как в прошлом году, не так много было переходов через ноль, а автолюбители жалуются, что опять асфальт растаял вместе со снегом. Почему так получается? Кто виноват больше, температура или все-таки подрядчики, которые делают наши дороги? Ну, винить подрядчиков в этом 100% полностью не стоит, на самом деле тут несколько моментов. Конечно же, я тоже передвигаюсь постоянно по городу и вижу те проблемные точки, которые существуют. В большинстве своем это случаи не отремонтированных дорог, это уже те дороги, которые уже большое количество времени не видели ремонтных работ, и мы понимаем, что уже на протяжении долгого времени мы заплевывали ямы в свое время, где-то, конечно, картами старались сделать, но в большинстве своем это было все-таки заплевывание ям, как бы это грубо ни звучало. Поэтому разлетается именно этот ямочный ремонт. Мы понимаем, что он не самый долговечный, конечно, на летний период его хватает. Вот все-таки в зимний и весенний период, когда вот этот переход через ноль все-таки есть, и его необязательно много этих переходов, и достаточно всего там пару, и уже, собственно, происходит то, что происходит, потому что мы понимаем, что асфальт плотный, ямочный ремонт не настолько плотный, попадает вода, и физику никто не отмел, расширение. Больше всего разваливается именно ямочный ремонт, а не сама дорога. Я не исключаю того, что есть действительно проблемы у нас и на гарантийных объектах. Действительно, такие проблемы есть. Мы эти точки уже видим. Буквально недавно там обращения поступали и по перечению инженерно-индустриальной, там действительно на круге появилась яма, ее уже, конечно, сделали, залатали, назовем так. Не заплевали опять? Нет, ее залатали, но это не значит о том, что это так и останется. И на этом наша претензионная работа закончится. Нет, это, конечно, ни в коем случае этого не означает. Город будет проводить претензионную работу. Еще не было выездов, мы говорим ни про региональные дороги, ни про городские, никакие другие, по гарантии еще рано. На самом деле только снег сходит, а в области еще где-то снег и есть, поэтому еще рано делать какие-то выводы. Понятное дело, что еще какие-то места тоже выскочат. Но должен сказать, что все равно большинство дорог пережило зиму. По крайней мере, те, которые были отремонтированы, они их пережили, за исключением определенных объектов, которые действительно... Некоторые объекты мы видели в том году, уже начинали, к сожалению, показывать очень хорошие результаты в части их сохранности. Будем вести работу с подрядчиками, чтобы они максимально переустраивали те объекты, которые есть. Потому что, ну, конечно, это не дело. Есть, конечно, я знаю, что ряд подрядчиков, которые уже банкротятся, но будем работать и с этими подрядчиками тоже, в том числе, к сожалению. А что касается миямочного ремонта, действительно, сейчас стараются делать основные магистрали. Очень много вылетело улиц. Вот Октябрьский проспект в отвратительном состоянии сейчас находится. Но мы уже знаем, что объект проторгован. Буквально с городом обсуждали пару дней назад, когда же приступят подрядчик к работам. Вроде как, ну, вот в март месяц, к концу марта должны уже к Октябрьскому приступить. То есть начать ремонтные работы по БКД. И, в принципе, у нас есть определенные договоренности с подрядчиками, чтобы они все работы начали максимально быстро. Это еще связано с тем, что мы, конечно, поставили очень сжатые сроки производства работы. То есть, если... Те дороги, которые мы проторговали в том году, в конце того года, в начале этого, большинство работ заканчивается 31 июля, 15 августа. То есть, окончание работы. Есть объекты, которые посложнее подольше, там, до сентября месяца. Но в большинстве своем это, конечно, объекты заканчиваются в летний период, чтобы не уходить в осень. Для этого, для того, чтобы все-таки равномерно распределить нагрузку на подрядные организации, понятное дело, что, знаете, многие подрядные организации, ну, не то, что жалуются, ворчат, назовем так. Ну, как-то мы, говорит, до августа работаем, а дальше делать нечего уже. Все работы будут сделаны. Нет, конечно, такого тоже не будет. И для граждан тоже будет хорошо. Мы вот неоднократно уже анонсировали, что будем делать переходящие большие объекты на три года с захватом этого года и на перспективу 22-23 год. Это контракт будут длинные, большие. И уже, я больше скажу, первые торги уже начинают, ну, еще не публикуются, но уже начинают проходить там согласование, в ближайшее время будут опубликованы. Если говорить о городе Пскове, то это Рижский проспект, но он будет не трехгодичный, он будет двухгодичный. В этом году там задел какой-то небольшой сделаем, чтобы основные работы сделать в следующем году. Это продолжение Рижского, того, что было сделано в прошлом 20-м году, соответственно, это до границы города уже до конца. Коммунальное на всем протяжении будет проторговано, но в первую очередь будем делать, конечно, участок от Максима Горького до Юбилейного, он такой самый разбитый, самый поврежденный. А второй участок, он еще более-менее в хорошем состоянии, уже запланирован на 23-й год. Но посмотрим, как, если подрядчики будут справляться делать быстрее, может быть, даже сделаем это раньше. Также, в принципе, уже я знаю, что и Александр Николаевич Брачков потом говорил про большая потребность в Яна Фабрициуса в продолжении. Там в ужаснейшем состоянии дорога, безумная колейность, там прямо она машину выбрасывает из нее. Тяжело очень ехать по этому участку. И в этом году мы уже приняли решение с городом, то, что в этом году тоже проторгуем этот объект. Ну, если в середине года начнем, то к концу года точно начнем выполнять работы по этому объекту. Они будут также трехлетние по контракту. Но мы будем работать с подрядчиком, чтобы это было быстрее. Прошу ли там людей не пугаться, то, что на три года перекопают дорогу, это ни в коем случае такое не будет. Это сделано только из расчетов лимитов финансирования, которые есть. То есть, для чего это все делается? Вот эти большие переходящие объекты. У нас есть определенные сейчас лимиты. Мы их, как говорится, растягиваем на три года. Мы понимаем, что мы работаем с федеральным центром. Михаил Юрьевич тоже. Мы там своими силами стараемся работать в части привлечения дополнительного финансирования. И есть позиция, мне кажется, совершенно правильная Москвы, что они готовы выделять дополнительное финансирование под уже, как говорят, текущие объекты, которые реализуются. Не те, которые, дай бог, регион, там любой без разницы, там Псковская область, что другая область, проторгует когда-то, а вот то, что уже реализуется. В принципе, мы сейчас работаем по привлечению также средств. Объект идет за рамками БКД. Но, кстати, он является объектом БКД, но он идет за рамками, потому что он планировался в 22-23 году, но мы приняли решение, что надо ситуацию исправлять скорейшим образом. И вот проторговали первый этап Кузбасской дивизии. Сейчас разрабатывается рабочая документация. Я думаю, что к концу марта, я думаю, подрядчик тоже уже приступит к работам. И, в принципе, у него в планах за этот год его... Ну, если не ввести в эксплуатацию, то большинство ее сделать, это участка. Поэтому мы вот сделаем такой задел. Во-первых, есть ситуация, когда подрядчики сами за счет своих оборотных средств могут наработать вперед. Тем самым получается, что подрядчик, сделав вперед, даже если у нас нет финансирования, он может там в январе месяце это запроцентовать, и мы введем в эксплуатацию этот участок, то есть спокойно. Получается, конечно, потребитель в итоге получает отремонтированную дорогу значительно раньше. То есть одно дело бы мы эту дорогу проторговали в следующем году и к концу года сделали. А так, получается, мы ее проторговали в этом году. Подрядчик за счет внутренних резервов может ее сделать в этом году, а на следующий год просто получить оплату и ввести в эксплуатацию. Получается, люди уже получат не к концу следующего года дорогу, а в этом году. Конечно же, для многих подрядчиков это будет хорошее подспорье и хороший задел. Во-первых, любой бизнес, наверное, когда уверен в зашедшем дне, ему проще работать. Поэтому, когда есть долгосрочные контракты, если это действительно добросовестный подрядчик, то он с радостью, я думаю, их выполнит заранее, потому что все мы знаем, что любой той же самой дорожной организации куда приятнее зачастую получать деньги зимой, потому что зимой межсезонный период, и банально платить зарплату, сокупать материалы тоже надо на что-то. Не боитесь рисков, что вот такое вот сейтнот по срокам, вот хочу получить денежку, сделаю побыстрее, и это приведет к ухудшению качества. Нет, ни в коем случае. Наоборот, в период, когда подрядчик сделает, и мы примем его в эксплуатацию, пройдет определенный промежуток времени, и дорога уже там, как минимум, мы понимаем, что там строительный сезон заканчивается в октябре, ну, бывает в ноябре, ну, и в декабре бывает в нашем случае. Ну, подрядчики стараются в последнее время все-таки опасаются таких сроков, и стараются не ввязываться в драку, как говорится, не будучи уверены в своих силах. Поэтому мы стараемся все-таки и условия, соответствующие для подрядных организаций, создавать, чтобы те требования, которые мы выдвигаем, и качество, были выполнимы все-таки. Зачем заставлять людей делать заведомо некачественную работу? Мы подставляем темы подрядчика и себя. Конечно, есть отдельные, там, может быть, какие-то истории, и подрядчики, которые там, ну, в принципе, бывают, к сожалению, бракоделят, но их становится все меньше и меньше, слава богу. Поэтому, ну, подрядчик не заинтересован в том, чтобы сделать некачественно, раньше и некачественно, потому что, пока мы принимаем эту дорогу, она просто может у них физически развалиться, и мы даже не примем ее. Ну, поэтому, в никаком случае такого не будет. И все-таки, ну, проходит контроль все дороги, понятное дело, что есть определенные места и моменты, где выскакивают, там, и ямочные появляются на новых дорогах, это, конечно, недопустимо, и, может быть, где-то заказчик не досматривает, но тут проводим работу параллельно с заказчиками, со всеми в обязательном порядке, потому что, чтобы они более внимательно следили за качеством того материала, который укладывается, за качеством работы и за качеством конечного результата. Но мы понимаем, что все равно асфальтом проверяется в основном, ну, один из основных методов, это кернами, и нельзя продырять всю дорогу во всех точках, это тоже, там есть определенные нормативы на протяженность, где мы можем это сделать, и, ну, понятное дело, что создавая, там, делая лишний керн, это мы ослабеваем покрытие, ну, так и так, от этого никто не уходит, но должен контроль все равно будет, сейчас есть и современные технологии, позволяющие иными способами тоже проверять пришлостные характеристики асфальтобетонных смесей, поэтому мы все их будем применять. Скажите, пожалуйста, по итогам прошлого года, каких подрядчиков было больше, добросовестных, или все-таки тем, к которым возникали претензии? Не, ну, если говорить о общих результатах, конечно, есть моменты недобросовестные и добросовестные, в части добросовестных, ну, мы все видим по результатам их деятельности, их работы, в части недобросовестных, да, есть, к сожалению, моменты, и в этом году, в начале этого года, уже по результатам 2020 года, было внесено часть подрядчиков в недобросовестные поставщики, где-то там было принято решение не вносить их в недобросовестные, ну, имеет место быть недобросовестные подрядчики, к сожалению, но мы работаем с тем, чтобы их не появлялось, и, конечно же, здесь задача не как-то, так скажем, разделить бизнес на добросовест и недобросовестных, здесь задача больше того, чтобы все подрядные организации, которые выполняют свои работы, изначально их делали недобросовестно, потому что от того, что кто-то сделает ее недобросовестно, ну, еще раз переделывать не хочется, ну, никому, даже если мы за это не заплатим, за эту работу, все равно ее придется переделывать. То есть, когда они вносят бизнес в реестр недобросовестных, это, можно сказать, что вы пожалели? Нет, ну, это, во-первых, комплекс там факторов, есть разные моменты, и, конечно, результатом принимают фас, но, в принципе, никаких проблем пока еще не возникало по факту их решения, то есть, ну, картина достаточно объективная, поэтому, в принципе, ну, не вижу каких-то с этим проблем, но, в любом случае, то, что мы кого-то не заносим недобросовестные поставщики, я надеюсь, что это для тех компаний, которые где-то любят сэкономить, будет лишний повод задуматься, потому что, ну, многие бизнес не хотят терять, конечно же, есть разные небольшие фирмы, особенно, ну, обычно с такими проблемами мы сталкиваемся на небольших контрактах, когда не требуется катастрофического опыта, и небольшие конторы, которые там, бывает даже у учредителей, ими не дорожат, назовем так. Борис Андреевич, все-таки включу такого человека, который хочет досконально во всем разобраться, вот вы сказали, что по итогам переходов через НУАР, не наши, все-таки, нестабильные температуры, погодных условий, в основном пострадали дороги, которые давно не видели ремонт. А я вот хочу все-таки уточнить, а вот из тех объектов, которые находятся на гарантии, как много не выдержали вот этих сложных погодных условий? Слушайте, я уже говорил по этому поводу, то, что еще гарантийные обязательства всех подрядных организаций, абсолютно всех, без исключения, мы не проверяли, ну, это, я говорю, мы и как администрация города, как заказчик, и там, если говорить о региональной дороге ГБ Псков-Афтодор, потому что еще не пришел тот период, когда это все-таки надо делать, и когда устойчивый уже плюс будет, надо уже будет смотреть на то, какими результатами выдался ремонт того года и как он пережил зиму. Но... В апреле будете смотреть? Да, в апреле, это будет где-то вот в течение апреля, потому что объем большой у всех и у города, будем, конечно, смотреть это, ну, на самом деле, если погода позволит, то уже в марте начнем, если будет хорошая погода, в принципе, уже можно начинать. Какой-то статистики пока нету. Есть статистика, назовем так, обывателя, меня как автолюбителя и иных граждан, которые обращаются и в соцсетях. То есть, конечно, обыватели, граждане наши обращаются, указывают нам слабые места, где-то я сам езжу, где-то там, ну, заказчик ездит. Я, вот, если вижу, ну, что-то такие, какие-то такие случаи, я всегда сразу же и звоню заказчику, там, администрацию города или в ГБУ Псков, в Тодор, там, звоню и сообщаем. Ну, вроде как, пока проблем с коммуникацией ни у кого не было и все с пониманием относятся к тем проблемам, которые возникают. Но там, где все-таки вот проблемы возникают, вот в чем проблема? В том, что не доработали, качество работ недостаточное было, или все-таки надо какие-то другие материалы использовать в нашей полосе, раз уж у нас такая температура? Тут скорее не скажу, что другие материалы, материалы достаточно хорошие, где-то стоят дороги, где-то нет, это вопрос все-таки качества укладки асфальта и качества самого асфальтобетонной смеси. Повторюсь, что, к сожалению, невозможно дорогу проверить на всем ее протяжении, и поэтому, ну, это даже будет неправильно просто, если это делать. А что касается новых материалов, то с этого года мы уже в рамках БКД, пока в рамках там всех региональных денег, старые асфальтобетонные смеси используемые в рамках БКД, уже новые, они, к сожалению, более дорогие, ввиду, назовем так, технологии их производства более затратной, поэтому это вызывает определенные трудности в части ценообразования объектов, и мы стараемся все-таки укладываться в те деньги, которые имеются, потому что мы понимаем, что, конечно, стоимость объектов из-за этого выросла, то есть, многие считают, что вот там сейчас километр, если высчитать, километр дороги стал дороже, он становится дороже за счет как раз использования новых материалов. Да, и надо еще учиться, что цены у нас как-то постоянно растут на все. Ну, это да, мы понимаем, вот в последнее время проблемы с металлом, стоимость металла достаточно высокая, об этом говорят абсолютно все, мы же занимаемся не только там ремонтом дорог, но и безопасно дорожное движение, это там та же самая барьерное ограждение, знаки, это же стойки, это все металл, ну, мы видим тенденцию на увеличение стоимости, да, если есть такая проблема достаточно серьезная. И ГСМ, я так понимаю, на месте не стоит, цена тоже постоянно Да, ГСМ, битумы, соответственно, вяжущие тоже растут, но те же самые битумы, они, конечно, такие достаточно, это цикличный у них рост, обычно у них увеличение спроса порождает увеличение цены, то есть, как только спрос падает, а бывают такие ситуации переходные, даже что летом спрос падает, и цена опускается там до зимней, то есть, бывают случаи, что летом можно купить там, назовем так, по низкой, невысокой цене битумы, я же говорю, это там, это рынок, который там завязан, грубо говоря, на торги, на все, на стоимость нефти, ну, это много факторов, которые влияют на стоимость данного материала, конечно, они все, ну, не дешевеют, но вот, если говорить, если о битуме, то он как растет, так и дешевеет, то есть, эта цена, она не фиксирована, она постоянно плавает. Волатильная. Тогда вот вопрос такой, вот подрядчик заявился на конкурс, там постарался подземпинковать, там сказал, вот я сделаю эту дорогу за 2 миллиона, а когда пришел, пришло время ее делать, оказалось, что битум подорожал, ГСМ подорожал, металл подорожал, все подорожало, и он уже понимает, что он не укладывает все эти средства, и что делать? Бывают такие случаи, ну, отказываться подрядчику от исполнения обязательств и расторгаться в иностороннем порядке, других вариантов нет, цена контракта неизмена, то есть, если человек, ну, а бывает в случае даже без понижения, тоже, ну, разные, без понижения, конечно, такого не бывает, обычно, конечно, вот пример, вам назван, это, конечно, проблема, когда действительно большие понижения, у нас есть такие контракты, меня они, честно, очень сильно удивляют, когда такие безумные понижения, ну, в норме понижения, там, 5-7%, мне кажется, вот это такое, ну, более-менее в норме, когда можно сделать действительно то, что тебе представлено сделать, без нарушения качества, и с каким-то экономическим еще выхлопом, 10 и более процентов, есть уже подозрение, что там... Уже зона риска. Да, зона риска, что если у подрядчика нет своего асфальтобетонного завода, там, и какие-то материалы он не добывает сам, которые необходимы ему для производства работ, то это уже наводит на мысль, что где-то, к сожалению, будет, наверное, сэкономлено, потому что там, к примеру, есть там те же самые организации, не знаю, ну, к примеру, по устройству наружного освещения, допустим, они могут себе позволить демпинговать там за счет того, что они сами являются производителем определенных материалов, то есть мы понимаем, что у нас есть определенные материалы, они видят, что у них есть аналогичного, с аналогичными характеристиками свой материал, это касается там вот по освещению, там, те, кто производит там опоры освещения светильники, по асфальту, по кулатке асфальта, много у кого есть свои заводы, конечно, за счет того, что завод свой, там есть определенный люфт для деятельности, назовем так, просто все, каждая организация тоже по-разному это считает, некоторые считают процесс понижения, то есть с выхопом для организации в части финансового, все-таки любая коммерческая организация должна получать прибыль, ну, кто-то, конечно же, закладывает в эти средства, это средства еще и закладывает процент на обновление своей материально-технической базы, то есть есть большое количество подрядных организаций в нашей области, это касается и местных, и не местных, которые вот сейчас в зимний период, в этом году на самом деле очень серьезно обновились части материально-технической базы, они ее пополнили новой техникой, новым оборудованием, но это не значит, что там старое, они там, ну, где-то какое-то старое списывают, но они также и наращивают свои, так скажем, объемы в части материально-технических запасов для того, чтобы выполнять больше объема, потому что мы понимаем, что в этом году даже в рамках того же нацпроекта объема куда больше, чем в том году, и дальше эта цифра только будет увеличиваться, и если объемы финансирования не будут расти с материальными запасами подрядных организаций, то, к сожалению, мы будем стоять на месте, а где-то, может быть, и откатываться, потому что просто физически люди будут не успевать этого делать. Нюансы, нюансы, нюансы. Кстати, о нюансах. Вот вы говорили про Октябрьский проспект. Такая артерия нашего города, которая, с одной стороны, все прекрасно понимают, что давно уже требуется там ремонт серьезный, с другой стороны, все его боятся, потому что, ну, артерия встанет. Так или иначе, по крайней мере, движение по ней затруднется. Еще при учете того, что Лена Подземского также будут закрывать. Именно. И вот тут вопрос. Вы сказали, что вы сделаете там все возможное вместе с подрядчиком, который будет выбран, чтобы это сделать как можно быстрее. Но там же ведь есть нюанс. Это центр города, это охранные зоны, это там историческое поселение. Там наверняка потребуются археологические раскопки. Не приведет ли это к затягиванию сроков? Ну, что касается Октябрьского проспекта, это вряд ли придет к каким-то затягиванию, потому что там все-таки неполноценная реконструкция, как мы говорим, Лена Подземского, где котлован полностью вырывается и отсыпается новое покрытие. Это новое земполотно и делает устраиваться новое покрытие. Мы говорим о именно Октябрьском, как о ремонте. То есть это два слоя асфальта и там тротуары, бортовой камень. То есть такой... То есть раскопки не понадобятся? Нет, раскопки не понадобятся, и поэтому, надеюсь, проблем с этим не будет. Но объемы достаточно большие. Подрядчик, который выиграл, взял на себя достаточно серьезные обязательства, потому что это действительно центр города. и действительно объемы большие достаточно, и работать надо очень оперативно ввиду высокой загрузности именно на артерии, как общественным транспортом, так и обычными гражданами, обычными автомобилями. Каков горизонт к событию? Когда головная бой для автомобилистов, по крайней мере, в Октябрьском проспекте, кончится? Давайте сначала начнем. Хороший. Я предлагаю не торопиться с выводами окончания, надо хотя бы начать. А там уже по темпам работы будем смотреть. Но контракт до конца, по-моему, лета, поэтому будем смотреть. А будут ли при этом делаться карманы для автобусов на Октябрьском проспекте? Нет. Это уже требует, к сожалению, реконструкции. К сожалению, нет. А предусмотрены ли проекты на велосипедной дорожке? Нет, это ремонт. Это не проект. Это, во-первых, работа по дефектовке. Это, во-первых. А, во-вторых, это обычный ремонт. И мы понимаем, что не потому, что мы не хотим многие вещи делать. Вы правильно сказали, что это историческая часть города. И что-то там такое менять серьезно очень тяжело достаточно. Учитывая, что достаточно узкие там тротуары. И если мы там делать будем заездные карманы, я боюсь, что тротуар придется куда-то за дом, видимо, заводить тогда. Поэтому, ну, это не позволяет просто инфраструктуру. Там же самое, например, в детского парка это невозможно, в принципе, сделать. Спасибо, Борис Андреевич. Я напомню, что у нас сегодня в студии председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин. И мы разговариваем о состоянии дорог, состоянии дорожной отрасли, о состоянии транспортной сферы в Псковской области. Борис Андреевич, вот читатели наши обращают внимание, что на многих реконструированных улицах Пскова невооруженным глазом заметна проблема с кондиционными люками. Они то проваливаются в асфальт, то, наоборот, выпирают. Почему так получается? Это что, безалабренность подрядчиков или при заключении контрактов это как-то не обсуждается? Почему так происходит? Ну, уже, в принципе, это действительно, я и сам это отмечал, что действительно достаточно серьезная проблема для города, вообще для любого города. И работать в городских условиях значительно тяжелее, чем работать там где-то на трассе. есть проблематика люков, есть, я не помню, где же в том году, ну, была улица, где там, участок улицы 500 метров, а люков было 36. Мы понимаем, что мы делали все-таки обычный ремонт, без каких-либо там выемок, котлованов, ежа с ним, поэтому проблематика в том, что, конечно же, мы полностью кольца все люков не меняем, то есть мы там можем поменять верхнее кольцо люка там, или сделать дополнительные мероприятия по их стабилизации, но все люки мы не меняем, и, конечно же, существуют определенные просадки. Есть проблематика на Лена Подземского, ну, подрядчик уже неоднократно об этом говорил, обеих-то еще не введен в эксплуатацию, поэтому у них есть еще возможность это исправить, там действительно идет просадка. Плюс есть вот на том же самом Яна Фабрициуса Гражданская, там есть просадка не люков, а просадка именно земполотна, ну, там поскольку земполотно новое отсыпали, поэтому, ну, видимо, где-то чуть хуже доуплотнили, и подрядчиков, в любом случае, это будет исправлять, устранять. Ну, там не такая незначительная, но там, к сожалению, собирается лужа, это прямо рядом с пешеходным переходом, конечно, граждане жалуются. Но стараемся все-таки с подрядчиками работать в части того, чтобы даже на ремонтах они проводили очень хорошие геодезические работы, обсчитывали все, чтобы действительно вода полноценно уходила. Но, к сожалению, не везде это получается, но будем устранить в рамках гарантийной обязательств нет. Как вам кажется, у нас прижилось круговое движение в СКОВе? Хорошо ли оно себя показывает там, где оно появилось? Есть ли еще планы где-то организовывать круги для борьбы с пробками, так скажем? И что там с многострадальным перекрестком областной прокуратуры? Тема закрыта навсегда? Не будет там круга? Вот там планируется реконструкция таблетки. Может быть, заодно как-то? Раз, круг? Заодно, в любом случае, чтобы создать круг, это нужна реконструкция. Мы, конечно, по этому поводу с общественными организациями очень активно общались по поводу того, где это возможно сделать, не меняя текущей инфраструктуры. Ну, чтобы это можно было бы, грубо говоря, в рамках ремонта сделать, организовать. К сожалению, везде мы скованы в определенных рамках, то есть нет такого большого перекрестка, где мы могли бы полноценно сделать круг, не меняя дорожные инфраструктуры. Конечно же, есть потребность дополнительная в круговом движении. Останавливаться мы на этом не будем. Ну, где точно появится круг, могу сказать, ну, на Кузбасской дивизии. То есть мы сейчас ее реконструируем, и там, где в районе Крестка, там будет круговое движение, полноценное большое круговое движение. В принципе, по поводу прижились-не прижились, я считаю, что это очень хорошее решение. Народ у нас, ну, ко всему привыкает, и привыкли уже, поначалу тоже было большое количество обращений по индустриально-инженерному, но сейчас уже достаточно все привыкли, обвыклись, потому что, да, действительно, там полосы получились узковаты, мы не скрываем этого. Но люди к этому привыкли, и стараются там правильно выбирать траекторию движения. На Леона Подемского, на той же самой трудае вот пересечения тоже. Люди, в принципе, привыкли к каких-то там серьезных ДТП или недопонимания, мне кажется, уже не возникает. То есть, конечно же... Ну, как-то автобусы легковушка не поделили. Не, ну, слушайте, это может быть в любом случае, это может быть и напрямую, знаете, по статистике выезд на полосу встречного движения с лобовым столкновением на трассах происходит исключительно на прямом участке. Это не говорит о том, что, как бы, тут уже как раз пренебрежение где-то правил дорожного движения, внимательности, или еще какими-то другими факторами. Понятно. А все-таки у областной прокуратуры закрыта тема с кругом? Пока не поднимаем этот вопрос. Ну, то есть, вопрос этот стоит, но есть еще много таких точек очень интересных. В моем понимании очень похожая точка, в принципе, на пересечении звездной и труда. Но мы сейчас там немного хотим по-другому решить этот вопрос. Путем переноса автобусной остановки. Мы уже с администрацией города это активно обсуждаем. перенос автобусной остановки там с выделенной полосы, которая есть для автобусов, на, получается, там даже не помню, это энтузиастов. Ну, то есть там вернуть в историческое место остановку, немного реорганизовать этот, в принципе, перекресток, потому что дорожно-транспортное происшествие на нем, к сожалению, происходит очень много, поскольку там заворачивают большие автобусы, есть определенное недопонимание у водителей. Поэтому, я думаю, мы его переделаем, ну, не меняя полной инфраструктуры, там просто даже перемещением определенных инфраструктурных объектов, таких как остановка, я думаю, это поможет уже сгладить ту ситуацию, те ситуации, которые возникают. Да, как житель Сапска, я могу сам подтвердить, что это достаточно сложный. Да, тяжелый перекресток, я сам неоднократно по нему ездил, ну, мне он тоже не нравится, поэтому есть желание его, назовем так, переустроить, для того, чтобы все-таки всем жителям было от этого только проще. Еще к нам поступил сигнал от читателей, что вот когда вместе со снегом окончательно сошел асфальт на участке от Новгородки до Пушкинских гор, то, ну, дорога показала себя во всей красе, в кавычках. Вот спрашивают, есть ли надежда, что ее отремонтируют, если не к началу лета, то хотя бы в этом году. Ну, нет, ямычный ремонт в любом случае сделаю, это даже не обсуждается. Вопрос в том, что дорога достаточно протяженная, 20 с лишним километров, одна из моих любимых дорог, на самом деле. Эта дорога у нас в планах также в долгосуточной перспективе, мы будем ее еще сторговать трехлетней, как мы и говорили, то есть первый участок мы должны ввести в следующем году и второй участок в 2023 году, но будем, как я уже говорил в самом начале нашей беседы, работать с подрядчиками, чтобы они работали на опережении, в том числе на том объекте, потому что, конечно, не в обиду другим районам, назовем так, но Пушкинские горы это одно из центральных мест нашей области в части привлечения туристов. Туристическое, как можно сказать. Да, туристическое, Печор и Пушкинские горы, это такие места, действительно, очень популярные среди все-таки наших гостей, гостей нашего региона, поэтому очень важная дорога, мы ее будем обязательно ремонтировать, также вот уже буквально готовим торги сейчас на дорогу до Печор, которая от федеральной, то есть одну мы уже фактически сделали, если ехать там через Ниолова, через Кудину гору, там остался небольшой участок, мы его планируем как раз в этом году уже объект расторгован, а вот самую платную дорогу на всем протяжении, она тоже 20 с лишним километров, она у нас тоже на трехлетней перспективе, но я говорю, мы по всем будем объектам работать в части опережения графика, вот уже недавно буквально было анонсировано, то, что у нас появилось дополнительное финансирование, и как раз это дополнительное финансирование пойдет в том числе на эти переходящие объекты, то есть мы их сейчас пока проторговываем с минимальным лимитом и с подрядчиками будем вести переговоры, посмотрим, на каком объекте кто будет быстрее работать, на этот объект будем дополнительные средства направлять, плюс надеюсь, что в этом году есть уже там наработки, еще будут дополнительные средства в наш регион в части финансирования, будем направлять эти объекты тем, что мы будем высвобождать И последующие года в части финансирования позволят нам включать все больше и больше новых объектов. Да, я как раз напомню радиослушателям, что недавно появилось распоряжение правительства о том, что в Псковской области по нацпроекту Кубкат в 2021 году будет выделено 241 миллион рублей, а в следующем году 1,8 миллиарда рублей. Достаточно большие деньги. И вот я как раз хотел вас, Борис Андреевич, уточнить. Это какие-то средства, которые мы уже или имели в виду, или это такой приятный бонус? Ну, смотрите, там не совсем так, не совсем корректно вы сказали, я вас поправлю немного. Все-таки там 189 миллионов, это именно на нацпроект БКД, 52 миллиона – это на завершение работ по капитальным ремонту моста через реку Шелоне в Дедовическом районе, который вот буквально тут должны уже ввести в летом этого года, физически по нему уже движение осуществляется, там осталось навести марафет где-то, покрасить его, то есть положительная погода, когда наступит, мы эту работу завершим. И ввести его в эксплуатацию, этот объект стоил достаточно большие средства, это порядка 700 миллионов, больше 700 миллионов, поэтому это уже остатки от него. И 1,8 миллиарда на следующий год – это на северный обход, то есть это для обеспечения потребностей северного обхода. В части моста все понятно, мост завершаем, в этом году больше, скажу, уже проторгованный, и, насколько знаю, там подрядчики уже начинают потихоньку собираться выходить на ремонт дороги, как раз Дубровка-Дедович, вот эта дорога полностью до Дедовича будет отремонтирована, до моста будет в новую. То есть мы не только мост сделаем, но и дорогу, то есть люди будут ездить по комфортной новой дороге. А эта дорога начинается от дороги Порху-Успению, которую, в свою очередь, мы также планируем торговать в долгосрочной перспективе. У нас уже сформирован перечень километражей, ну, пикетажей, по которым будем работать, это 50 с лишним километров будет сразу одним лотом выставлено, то есть это достаточно большой участок, таких еще у нас не было никогда больших лотов по 50 километров. То есть это будут Порховские и Дедовичские районы, там действительно большая наша головная боль, эта дорога, она является полноценным дублером федеральной дороги Р-23 и коротким самым путем до Великих Луг, если ехать из того же Санкт-Петербурга. А какие-то еще федеральные дороги будут у нас ремонтироваться в этом году? Ну, по федеральным дорогам я знаю, что уже проигран государственный контракт, разыграно по федеральной дороге М-9, там участок капремонта. В части, я знаю, что еще в перспективе в Пустошке закончить тот капремонт, который сейчас делается, и дальше уже от этого участка и дальше, там в сторону, ну, как раз пересечения с М-9, еще один капремонт, я думаю, что в этом году запланирован, там, ну, уже на торги в этом году он запланирован, там какой-то объем финансирования, ну, будет. В части, касающейся очень много, очень много обращений поступает по федеральной дороге, новой федеральной дороге, бывшей нашей региональной дороге А-122, она называется, это как раз дорога через Локнюч, через Великие Луки, Невель. Очень много обращений. Данная дорога передана на федеральную собственность в том году. Сейчас там проходит комплекс процедур по разработке проектной документации, и надеюсь, что мы уже, вроде как, есть подтверждение, но пока официальных еще нет денег, которые выделили бы федеральному дорожному агентству, федеральное дорожное агентство выделило на эти нужды. Но есть уже понимание, что начиная с 2022 года эту дорогу начнут приводить полноценно в порядок. Упомянули вы, Борис Андреевич, в суе слово «северный», словосочетание «северный обход». Хороший обход. Да, и вот не сразу сумма 1,8 миллиардов рублей, которую нам выделили на 2022 год распоряжения правительства, перестала казаться такой большой, потому что я понял, куда она пойдет. Что удастся сделать в следующем году в рамках «северного обхода»? Давайте в этом начнем. Начнем с этого. У нас и в этом году есть 2 миллиарда рублей на этот обход. Да, тоже лучше, уже хорошо. Да, но мы сейчас понимаем, что мы сейчас заново его будем проторговывать. Это вот сейчас, ну, апрель месяцем мы понимаем где-то. Ну, часть пойдет авансом, конечно, потому что такие суммы невозможно освоить. Но начать в этом году у нас все есть уже финансовые возможности начать и продолжить работы по строительству моста. Даже не верится. Давайте дождемся этого момента, и когда уже это произойдет, официально это проанонсируем. Если это произойдет, вот, горизонт событий, сколько потребуется строить мост? Ну, в 20 с лишним году точно. Ну, то есть, в 2023 год мы планируем все-таки приблизиться к, но если не в воду эксплуатации, то хотя бы к открытию движения будем к этому стремиться. Ну, раз уж мы заговорили о мостах, да, мы поговорили про Шелонский, про Северный обход, к сожалению, у нас стали появляться такие новости, что у нас мосты обрушаются, да, там, может быть, не самые интенсивные, но, тем не менее, это происходит. По вашим оценкам, сколько вот у нас еще таких, ну, не знаю, в кавычках бомб, да, которые могут взорваться в любой момент на дорогах в плане мостов? Ну, тут точно цифру сказать однозначно не смогу. Ну, знаете, никто не ожидал, что в 2019 году, в конце 2019 года у нас упадет там мост Неведрянка, который был, то есть, проводили все равно обследование, когда проектировали, то есть, там запас прочности-то есть, то есть, это говорит о том, что там действительно какой-то прошел, ну, серьезный негабарит, который повлиял именно на то состояние моста, который в итоге набрушился. И, конечно, таких мостов, вот, если говорить о последнем случае, это мост Йоглинка, как и вот, ну, там много вопросов, кто-то Йоглинка, кто-то Йоглинка, я называю, в Гдовском районе, конечно, это деревянный мост, ну, там, от деревянных мостов чего-то ожидать долговечного не стоит, но этот вопрос мы уже давно поднимали с Гдовским районом, с главой района, и в данный момент деньги им уже выделены, сейчас, вот буквально вчера разговаривали с главой района, сейчас они там начинают готовить конкурсные процедуры на объявления торгов именно по этому мосту. Мосты – это вообще больная точка не нашего региона, это всей страны больная точка, потому что, честно скажу, мосты вообще являются стратегическим объектом с точки зрения многих факторов, там, в том числе и даже военных, если говорить уже, и глобально мыслить об этом. Но, действительно, этому моменту почему-то очень много, очень мало, наоборот, уделяя внимание вообще во всей стране, потому что мы понимаем, что если отремонтировать дорогу, конечно, люди это видят, то есть, потратив там 100 миллионов рублей, можно сделать достаточно большие участки дорог, и люди действительно увидят этот результат. Для небольших там районов это действительно громадные деньги. Что касается мостов, ну, мы понимаем, что это линейный объект, достаточно капиталоемкий, то есть, там, грубо говоря, мост там длиной 100 с лишним метров будет стоить больше 100 миллионов, до какой больше 100, больше, мост 120 метров, метр миллионов 300 будет стоить, то есть, его капитальный ремонт. Что в себя включает капитальный ремонт? Конечно, там, мы понимаем, что мосты многие аварийные, многие с ограничениями по движению по массе, потому что ввиду своей несущей способности уже не позволяют нести больше, и мы сейчас проводим ревизию, так скажем, всех мостов, наших региональных, мы проводим обследование абсолютно всех мостов, и я думаю, что, к сожалению, пока не буду анонсировать, но ситуация будет куда более плачевна, чем мы сейчас это видим, потому что, ну, когда будет обследование абсолютно все мосты, конечно, будут результаты очень плачевные. Но я могу сказать, что на федеральном уровне разрабатывается проект «Безопасные качественные дороги мосты», в котором будут участвовать все абсолютно регионы, и мы, собственно, тоже не обошлись стороной. Сейчас в данный момент разрабатывается порядка 18 проектов у нас на мосты, есть уже где-то порядка 7-8 уже лежат, которые, ну, мы не можем начать ввиду отсутствия финансирования. Конечно, дополнительное финансирование позволит нам начать эту работу, и это действительно работа ведется в масштабах всего государства, это очень серьезный вопрос, потому что по всей стране ежегодно большое количество обрушений мостов, но мы не решим этот вопрос моментально, это действительно очень долгосрочная перспектива, потому что у нас только на региональных дорогах, я не говоря про муниципальные, где много деревянных и иных сооружений, самостроев даже есть. Я про самостроев хотел спросить. Да, самостроев, да, 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 самостроев есть. То есть у нас есть, у нас только 504 моста, из них 70, я говорю, что эта ситуация еще может измениться ввиду новых обследований, последних, которые будут актуальны, 70 с ограничением по массе. То есть мы понимаем, что это катастрофический объем. У нас проектов сейчас 15 разрабатывается, но вот у нас в год получается по 5-7 штук делать, ну, ввиду финансирования. Конечно, БКД мосты нам позволит, может быть, цифру увеличить, то есть это не будет каких-то все равно безумных цифр ежегодно. То есть, к сожалению, эту работу все начали делать достаточно поздно. Но это связано не с тем, что все плохие, почему это не делали, а просто потому, что ни у кого не было денег. Не то, что на поддержание дорог, ну, на мосты, да и на поддержание дорог где-то на содержание не хватает. Банально нам просто даже лишний раз прогрейдерить у тех же самых властей или районов, просто даже этих денег не хватает. Конечно, на федеральном уровне об этом задумывались достаточно давно. Ну, да вот сейчас дошла, когда вот вопрос стал остров, дошла и очередь регионов. Но надеюсь, что при поддержке Москвы, при поддержке изменений законодательства у нас получится это делать как можно быстрее, как можно активнее, потому что, чтобы не допускать таких случаев, как произошло это на Йогринке, ну, и, конечно, как произошло на Неведрянке, где, к сожалению, были еще и пострадавшие. Слава богу, не было жертв, но были пострадавшие. Согласен. А что, кстати, с самостроем? Ведь не секрет, что некоторые мосты в свое время колхозы построили, там даже иногда местные жители. Есть ли они сейчас на балансе у комитета? Есть ли такие мосты, на которых нет на балансе у комитета? Нет, ну, на балансе комитета... И кто их должен ремонтировать тогда вопрос? Да, я скажу так, на балансе комитета вообще нет мостов. А, ну... Да, на балансе, что касается региональных дорог, самостроев нету точно, это 100%, но все-таки региональные дороги, мы говорим, это такая достаточно проездные дороги с высокой интенсивностью относительно остальных дорог. Но что касается муниципальных образований, да, очень много самостроев, но в большинстве случаев они даже не стоят ни у кого на балансе, то есть это те объекты, которые поддерживаются даже силами, где-то, может быть, волости, какие-то там локальные ремонты, а где-то даже за счет жителей. Очень много пешеходных деревянных мостов, вот в последнее время тоже обращение большое количество поступает по пешеходным деревянным мостам. На них вообще очень тяжело, то есть по дорожному фонду на них вообще деньги выделить невозможно. И что делать? Ну, волости, где-то помогаем, где-то стараемся изыскивать разные возможности, но проблема есть, вот большое количество обращений, вот есть активный гражданин, он отстаивает такую, ну, я на его стороне всецело, тоже такой же мост тут, как Йоглинка, один в один, сами только в Плюсском районе, в соседнем районе, тоже большое количество обращений, он обращается во все соцсети там, ну, сейчас ведем работу с Плюсским районом, что все-таки они взяли его там на баланс и разработали тоже проектную документацию. Ну, я говорю, таких, по области таких мест очень много, безумное количество, конечно, всецело, мы за один раз там не охватим, и даже это не вопрос, наверное, десятилетия, ну, десятилетия точно. За десятилетку не управимся. Ну, будем стараться, когда за десятилетку управятся. Понятно. Я напомню, что у нас в гостях, в суде Эхо Москвы-Пскове, я председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин, обсуждаем очень серьезные темы, дорожное хозяйство, дороги, все, что с ними связано. Борис Андреевич, ну, закрывая тему мостов, хочется все-таки вспомнить про Псков любимый. Что у нас с состоянием мостов с Советским, Троицким и Ольгинским? Требуется ли там какое-то источное хирургическое вмешательство или так в рамках обслуживания все? Ну, пока в рамках обслуживания. Что касается Троицкого моста, то сейчас этот вопрос прорабатывается на федеральном уровне в части выделения финансирования на данный объект. Сейчас пока ничего говорить не буду. Когда будут определенные итоги этого деятельности, уже, я думаю, этот вопрос анонсируется. Но сейчас ведем активную работу именно с федеральным центром в части дополнительного финансирования. Объект стоит больше 400 миллионов. Ну, к сожалению, там, за бюджет города и области это сделать пока не представляется возможным. Что касается Ольгинского моста, то в данный момент разрабатывается проектная документация. Сейчас есть там интересные проектные решения. Мне вот они лично очень понравились. Я видел, так скажем, вариантное проектирование, интересные проектные решения. Посмотрим, как там отнесутся к этому. Поскольку это историческая часть города и культуры наследия, и иные контролирующие органы. Посмотрим, если получится. То будет интересный проект. Но мы понимаем, что его стоимость будет. А если не получится, то не будет. Нет, будет. Почему? Нет, ну, просто будет внешний вид. Мы хотим его немного изменить внешний вид, но это уже пока рано анонсировать. Сейчас надо все инстанции пройти. А такой прям инфоповод замечательный. Нет, на самом деле, я скажу так, что мост будет очень дорогой, и без федерального финансирования его не пережить. Однозначно, тут даже бюджет области вообще никак не справится. Это, конечно, не стоимость северного обхода, но цифры, приближающиеся к ним, как говорится. Но мы понимаем, что есть очень большая проблема, что этот мост надо будет полностью сносить, строить новый. И возникает вопрос, как гражданам передвигаться в этот момент, учитывая, что это исторический центр города. Очень интересный момент. Будем еще с администрацией города его обсуждать, потому что без строительства временного моста я слабо представляю, что вообще, как у нас будет осуществляться движение по городу. Но пока не надо, не будем, как говорится, людей поугадить. Я думаю, там уже некоторые уже нервно сглатывают. Да, нет, ничего, пока не надо. Этим вопросом мы в любом случае будем заниматься. Ни в коем случае, допустим, каких-то таких моментов. Транспортного коллапса. Да, транспортного коллапса у нас и так и хватает. Закрывая тему дорог, все-таки хочу еще спросить про освещение. Насколько успешно тут решается вопрос с освещением наших региональных, муниципальных дорог, городских? Планов еще Громадье или уже ближется к завершению? Есть ли пока проблема с освещением дорог? Слушайте, ну, по планам по освещению Громадье, как вы говорите, на самом деле уже разработана дорожная карта по региональным дорогам. Вы мне представляете, какой толщины. Дорожная карта, да. Она до 30-го года у нас спланирована. Опять же, в данный момент у нас разрабатывается, если мне память не изменяет, 17 или 19 проектов освещения. Это в разных районах области по региональным дорогам. Плюс мы ежегодно реализуем программу по освещению пешеходных переходов и остановок. То есть это тоже давнее наше... Ну, недавнее, мы с 19-го года это начали делать, активно делаем. Вот Палкинский, Псковский, Печорский район уже так основные, на основных магистралях осветили, даже опасные повороты где-то осветили. Не опасные повороты, перекрестки опасные. Сейчас уже в этом году тоже Псковском еще часть сделаем. У нас уже в планах Невельский район, в планах у нас Великолужский район, Себежский район. То есть на юг области тоже переходим. Нет, планов очень много. Я знаю, что федеральное тоже управление там старается освещать свои дороги. Мы свои стараемся. Муниципальные, конечно, тяжелее даются, даются, ну, ввиду недостатка финансирования. Но я знаю, что город Псков собирается делать проекты на освещение нескольких улиц, где их там, в принципе, нет. Допустим, та же самая Маргелова, она без освещения, то есть тоже требует освещения. Ну, много мест. Тоже, опять же, поскольку работает, мы начали заниматься только два года как. Есть уже определенные результаты. Ну, может быть, они кого-то еще пока не будут удовлетворять. Сто процентов. Ну, в любом случае, надеюсь, что это... Да и не надеюсь, будет благотворно оказываться на безопасности дорожного движения и на передвижение пешеходов. Конечно, еще большая потребность в тротуарах. И у нас новая там, так скажем, назовем это фишка. Мы проектируем сразу и освещение тротуара. Прекрасно. На десерт тема транспорта. Псков, пассажир автотранс. Какова сегодня ситуация? Рассматривается ли до сих пор вопрос приватизации предприятия? И что там с его финансовым положением? Слушайте, ну, финансовое положение нелегкое, я не буду скрывать. Но заработная плата выплачивается. То есть, ну, конечно, иногда вот бывали случаи там разовых задержек заработных плат. Ну, не разовых, дневных, назовем так. Ну, то есть, это там вызвано рядом факторов. То есть, конечно, в социальной плоскости почему-то это сразу вызывает бурю негодований там в адрес и администрации области, и руководителей предприятия. Ну, почему-то всегда никто, кто поднимает эту, так скажем, активность, не спрашивает у своих непосредственно руководителей, ну, почему это происходит. Там, ну, бывает объективно реально на это причины. И, ну, задержки бывают там буквально там день-два. Ну, бывали они. Сейчас уже это не повторяется, но бывало такое. Ну, это вызвано, я говорю, рядом факторов. Но в любом случае совместно стараемся делать все, чтобы ситуация была в этом плане стабильной, и проблем с этим никаким не возникало. Потому что, конечно, мы понимаем, что зарплата там не самая высокая, и людям, конечно, она требуется. Это в любом случае. Да, это как на любом предприятии это требуется. Но поскольку это подвинулся, так скажем, нам предприятия, поэтому радеем за него мы, так скажем. А в принципе, ну, новые автобусы, на них достаточно приятно смотреть. Конечно, не все, не сто процентов мы не решили проблему с общественным транспортом и в городе, и в области. Но будем надеяться, что будем дальше работать с федеральным центром. И надеяться, что еще получится дальше продолжить работу по обновлению. Что там с приватизацией? Закрыт вопрос или открыт? Я не понимаю, почему все время поднимают. Никто его не планировал приватизировать. То есть, есть постановление правительства, которое требует акционировать предприятие ГПшки до 2025 года. Но там, я как понимаю, что уже законодательство тоже, опять же, может еще раз поменяться. Может быть, и это постановление немного будет видоизменено. Но в части смены собственника точно никто даже об этом речи даже не поднимает. И я вот сколько здесь работаю, ни разу не поднимал, я больше скажу. Это как раз, опять же, добрые языки любят его поднимать почему-то, что любое действие, которое производится на предприятии, делается в части как раз для его приватизации. Это абсолютно не так. Марис Андреевич, время у нас подходит к концу. А я все-таки хочу, чтобы вы коротенько хотя бы брифом сказали, что у нас с авиасообщением, как оно развивается, какие есть перспективы. Ну, мы знаем, что в этом году у нас было много проблем с погодными условиями, в части с приемом судов. Конечно, там большое количество было недовольств по этому поводу, но мы делаем и будем делать все, чтобы для того, чтобы все прилеты были стабильные, все вылеты были стабильные. Поэтому в части развития мы будем продолжать все то, что наработали в том году. Особое внимание хочется уделить южным направлениям, на которые уже открываются, где-то уже на Симферополе уже открыты продажи, и билетов, то есть можно уже спокойно купить. Мы понимаем, что, ну, конечно, может быть, кто-то опасается, там может быть, каких-то эпидемиологических ситуаций, но можно билеты уже купить. Сейчас развивается направление Москвы, стали рейсы чаще. Дальше мы тоже только будем увеличивать количество рейсов и выйдем рано или поздно на ежедневную Москву. Также Минводы, достаточно популярное направление. Калининград, очень популярное направление среди наших жителей. Продолжают они летать. Достаточно, ну, это очень хорошо, что граждане начинают больше летать, больше возможностей. Я больше скажу, вот сейчас, вот буквально сегодня смотрел, там в Сочи можно слетать, там буквально туда-обратно за 5,5 тысяч. Понятно, что сейчас не сезон, но если там развеется, там на несколько дней, как говорится, можно слетать. Достаточно приемлемые цены, то есть даже понятно, что в сезон они вырастают. Ну, Сочи мы продолжаем. Тоже были слухи, что там Сочи почему-то отменяем. Нет, никаких рейсов мы не отменяем. Все те планы, которые были у нас поставлены, мы их будем выполнять. Ну, если, конечно, какие-то эпидемиологические, может быть, или иные ситуации там не будут, форс-мажорные. То есть пока в планах у нас и Минводы, Анапа, Симферополь, Калининград, увеличение количества рейсов в Москвы. Ну, и планируем дальше все-таки развиваться еще, расширять. Но пока не буду анонсировать, когда проведем все переговоры. Ну, вот, на самом интересном месте. Нет, ну, тут просто зачем анонсировать то, что еще не до конца доведены переговоры в определенных направлениях. Я думаю, об этом как раз будет повод еще раз встретиться и рассказать. Ну, давайте обозначим так, что ведутся переговоры, о расширении маршрутной сетки. Мы в этом, конечно, напрямую заинтересованы. Я надеюсь, что срывы и переносы задержки полетов, это были такой сезонный момент, которые летом нам не грозят. Ну, смотрите, нет, 100% я вам обещать не могу. Это по одной простой причине, что срывы и задержки бывали не только из-за погодных условий. Я это неоднократно говорил, что, во-первых, бывало, что в случае самолета не могли, там, допустим, Москва, Псков задерживался, из-за того, что самолет, он же не стоит в Москве и не ждет, когда же мне полететь во Псков. Он прилетает откуда-то тоже. Он не смог прилететь из Краснодара. То есть там был снегопад, в Краснодаре. Ну, вот, то есть есть факторы. Вот недавно была задержка, сломался самолет, его меняли. Пока поменяли самолет, ну, то есть это все равно задержка определенная. У всей авиакомпании, у них там не стоит, борт под окном, как говорится, не ждет. Тем более, учитывая, что у всех хабы в разных местах, то есть его еще откуда-то надо пригнать, этот самолет. Ну, будем надеяться, что все вопросы будут сняты, решены, и не будет таких форс-мажоров. Ну, будем надеяться, что, да, форс-мажоров будет как можно меньше, и все полеты будут выполняться вовремя и с должным качеством. Борис Андреевич, на этой позитивной ноте предлагаю заканчивать. Время, к сожалению, подошло к концу. Спасибо всех, кто нас слушал. Борис Андреевич, спасибо, что пришли к нам на эти. Спасибо, что позвонил. Всем до свидания. Всего доброго. Программа «Подстрочник» на радио «Эхо Москвы» в Пскове. Субтитры подогнал «Симон»